не зря говорят талантливый человек талантлив во всем с новым годом с наступившим друзья вы смотрите программу город с вами мариана мирная в гостях у меня сегодня человек и пароход как я люблю говорить заслуженный артист самарской области актер театра самарт и художник юрий земляков здравствуйте 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 у нас прекрасная компания насколько я знаю портреты это то что прямо совсем недавно вы начали писать то есть скажем да о том что в 2013 году в декабре вы вообще начали живописью заниматься и вот с недавних пор внедрились в вашу деятельность еще и портреты буквально месяца два два с половиной назад вот я взялся за портреты до этого боялся браться потому что это ну считается одним из наиболее трудных что ли жанров когда передать вот написать портрет передать сущность человека его характер внутреннюю какую-то суть этого человека поэтому вот буквально недавно вот что из этого получилось смотрите сами но вы ведь пишете портреты получается тех людей которые либо к вам какое-то имеют отношение либо вы с ними работали или вы их как-то особенно уважаете да давайте нескольких словах на данном этапе получается да именно так потому как я учился в саратове в театральном училище и в то время олег иванович янковский работал в саратовской драме я его даже встречал на улицах вот и мы также принимали участие в спектаклях так что я увидел в талантах и поклонниках я его видел вот в спектакле янковский это был первый ваш портрет или не первый как получилось один скажем так один из первых портретов вот почему именно в этом образе вы его написали ни в каком-то другом может быть в более даже узнаваемому сыт он в жизни не носил ну где дело в том что дело в том что этот образ он настолько запоминающий его любят очень многие буквально несколько поколений поэтому наверное вот захотелось именно вот так вот передать но у меня еще в задумке написать его портрет жизненный такой вот то есть в то время мы принимали участие как студенты театрального училища мы принимали участие александр михайлов тоже у нас тогда в тегеране был спектакль и мы как студенты мы тоже принимали там участие такая была зондер команды сс вот мы проходили у нас был несколько проходок вот а с абдуловым александром у меня тоже более какая бы такая тесная что ли связь потому как он принимал участие у нас в спектакле был занят в поминальной молитве играл несколько спектаклей приезжал к нам вот и я выходил на одну сценическую площадку вместе с ним вы пишете с фотографии с каких-то или с просто фантазии с головы нет это фотографии конечно это фотографии но надо сказать что не все фотографии передают как бы вот цвет примеру у меня с янковским был такой вариант я писал глаза и думаю каким образом какие они у него потому что на этом снимке они были коричневатый вот и там в цветовой гамме так фотография была решена и костюм сам по себе я здесь его еще в одной рубашке написал там у него накинута была накидочка такая еще была сверху вот и вычитал буквально с ним в лифте ехала журналист и он ей говорит у вас говорят зеленые глаза она она говорит ему точно такие же как у вас вот я эту эту зацепил это этот момент но зеленые глаза они не не бывают просто чисто зелеными естественно там вкрапления возможно вот такие вот я бы постарался поискать вот характерный для его взгляда для опять-таки для фактуры вот для этой вот это вот сочетание когда вот с чего вдруг начали живописью заниматься всю жизнь мечтали но не было времени или в какой-то вот этот талант он открылся каким-то образом внезапным было стремление было стремление в детстве я даже написал раньше были значки там например комсомольские значки октябряцкие значки где был изображен владимир ильич маленький маленький ленин да но там уже комсомольский значок там он постарше я я изобразил написал как мне показалось очень даже жизненно вот и показал учительницы это был четвертый класс вот она мне сказал юра очень похожа очень похожа но лучше больше не несу был и такой времена были такие времена были такие все время чего-то остерегались чего-то боялись и вдруг что там а потом когда в восьмом классе мне когда я уже чертил на значит различные фигуры от руки мне говорили ты лучше поступай в художественное училище но судьба так сложилась что я поступил в театральное училище вот потом закончил значит саратовская театральная потом закончил гитис вот и так что вот по такой дорожке пошел и вот уже их можно сказать 76 года работаю в театре юного зрителя актером ну так а почему в 2013 году не знаю поняли что внезапно время до этого как-то пробовал акварель но не шла акварель а здесь попробовал масло вдруг пошло вот вдруг пошло и вот стал пробовать сначала боялся и даже краски боялся вот подбирать определенный цвет колер определенный находить вот а потом как-то пошло пошло и вот и вот дошел до портрета с кем-то консультировались может быть совета спрашивали у знакомых художников потому что все равно наша творческая среда это мы все друг друга знаем к сожалению у меня времени на это нет все более видеоматериалы с видеоматериалами знакомств есть обучающие курсы вот очень много сейчас программ таких вот очень много художников которые именно свою манеру к чему-то присматриваешь и присматриваешься естественно вот что-то берешь для себя а что-то отвергаешь вот естественный ну либо у тебя это не получается на данном этапе но это такая дорожка сейчас не получается получится потом вот это можно ли набить руку вот художник может набить руку на какие-то новые формы художественные? Я думаю, если человек этим увлечен, то так или иначе, как говорится, вода камень точит. Если постоянно этим заниматься, то результат так или иначе будет. У меня не получались, я не только портреты, я до этого пробовал, и пейзажи, и морские пейзажи, просто пейзажи, натюрморты, цветы. Цветы очень сложно. Вот для меня, например, очень сложно, потому что это лёгкость, такая воздушность должна быть, прозрачность в цветке. И вот это вот найти определённое сочетание. Это определённый раствор, оказывается, тоже должен быть. Он определённым образом, чуть-чуть она погущей краской будет, уже не получится такой вот там лепесток прозрачный. А чуть-чуть там пожиже развести, определённое тоже найти сочетание вот этого. Там как и тройники, так называемые, вот существуют, и разбавители определённые, и вот оказывается, это очень такая сложная и тонкая работа, конечно. А когда начали вот в 2013 году писать какие-то картины, вы как бы пошли в художественный магазин, купили себе мольберты, или у вас всё это было уже? Нет, естественно, не было. Вот. Пришлось начинать пробовать, какие-то кисти пробовать, вот, они тоже все разные, вот, помимо там колонка, щетины и прочего, прочего. Вот. Тоже, каким образом писать, постозность ли, то есть много краски класть, вот. Ну, для меня это не совсем там примем. Я более такое, как бы акварельный, вот такой мне нравится стиль, когда, вот, переливы какие-то, сочетания вот такие вот, чтобы возникали. Вот это. И пробуешь, естественно, и кисти, и краски уже какие-какие подбираешь. Возьмёшь там пять основных цветов, как, из которых можно, как бы, сочетать, но потом, что чего-то, естественно, не хватает. Приходится одну краску попробовать, другую, как она себя ведёт, каким образом. Это уже в процессе, как говорится, вот навыка приобретается уже на протяжении вот этого вот занятия. Не мешает ли это вашей актёрской работе? Или, наоборот, помогает? И вот творчество, оно многолико получается. Никоим образом не мешает, но отнимает много времени, конечно. Приходится иной раз, вот, чтобы краска не встала, не застыла, и приходится писать даже ночью, вот, так вот, вплоть до утра. А потом, ну, бывают такие моменты, идти на репетицию с немножко такой головой. А бывает, что... Юрий Кузьмич, почему текст не вымучили? Я говорю, да рисовал, писал всю ночь картины. Ну, такого не бывает. Такого, я надеюсь, не произойдёт. Вот, есть определённый опыт работы за период, который работаю в театре, накопился, вот. Это очень здорово помогает вырабатывать наблюдательность. Актёры вообще сами по себе. Народ такой, что они наблюдают, берут определённую жизненную ситуацию и переносят её потом, себя вкладывают в этот характер. То есть пробуют, вот, как бы этот человек данный поступил. А здесь начинаешь быть внимательным. В природе начинаешь быть внимательным. Задумаешься, как это дерево растёт, вот, почему у него такие ветки, а у другого дерева совсем по-другому они расположены. Вот, как строится там, берёзка, к примеру, выстраивает. Какие окончания? Птичку рисуешь, снегирей. Вот. А почему именно вот на этих ветках они себе... А почему вот так вот здесь прогибаются под их, там, к примеру, весом? Или они настолько воздушны, что этого не происходит? И почему здесь вдруг снег, вот, остаётся? А где-то он сбит, где-то они там сели, и всё это... Кропотливый какой получается труд от него, те, что раз придумал, кисточкой махнул, и всё. Ну, да, это довольно-таки увлекательная, занимательная работа. Вот. И она очень поглощает. Очень поглощает человека, я так думаю. Ну, вот, писали, вы писали, дописались до выставки, до персональной, которая прошла в Доме актёра. Есть у нас небольшой фрагмент видео с этой выставки. Давайте его посмотрим, и потом обсудим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вот вы говорите, что большая часть людей всё-таки на животных обращала внимание, уж больно понравились ваши кошечки и собачки людям. Как это проявлялось? Почему именно, вы считаете, почему животные так нравятся людям? Чем они завлекают? Давайте покажем, наверное, да? У нас есть парочка. Пожалуйста, пожалуйста, вот, значит. Вот у нас есть пёсик какой-то. Да, собачка. Собака и кошку держите тогда саму. А, кошечку, да. Вот, пожалуйста, вот кот у нас вот такой вот. Вот у нас такие котопёсы. И вот такая собачка. Это чьи-то животные, или это тоже, опять же, картинки? Какие-то? Это картинки. Какие-то приходится вот наблюдать самому, фотографировать одного, не данного кота, а вот очень такого породистого кота я заметил возле дома актёра. Я его сфотографировал. И, представляете, в такой обстановке он среди... Он породистый кот. У него очень такое интересное было выражение, можно сказать, лица. Потому что это как лица, понимаешь? Можно сказать морда, можно сказать лица. Вот. И он находился, вот этот вот благородный кот, он находился среди окурков. Вот брошен, да, брошеные окурки, вот всё такое здесь, какой-то битый кирпич. И вот его суть сама по себе. Это как человека поместить в определённые обстоятельства. И то же самое происходит. И вот так же... Почему может быть... Они же отражение нас. Они очень многое берут у людей, перенимают. Почему говорят, вот кошка становится похожа на хозяина. Или, например, там хозяин вдруг какие-то черты сравнивает с собакой, или с котом. Такое происходит. Поэтому интересно это, конечно, наблюдать. И потом я очень... Ну, я лично люблю животных, в особенности собак. В особенности собак. Но я знаю одну девочку, которая потом стала телеведущей, когда её спрашивали, кем ты станешь в будущем. Она говорит, я очень люблю животных, и я буду их лечить. Девочку это звали Марианна. Да вы что? Да, вы, наверное, не помните это. Нет. Но моя супруга задавала именно вам вопрос такой. Да вы что? Да-да-да. А мне сколько было ты тогда? Вот такая вот. Я ещё маленькая, наверное, была. Да-да-да, была совершенно маленькая. На животных я люблю до сих пор. Не лечу, правда. Ну, иная профессия. Да, профессия другая, но животных люблю. О портретах ещё ваших очень хочется поговорить, потому что Абдулов-Янковский это персоны очень известные, как бы артисты с большим опытом прошлым и прочее. Всё понятно. Есть вот портрет, очень меня завлёк он. Портрет актрисы Ольги Ломоносовой. Давайте его тоже поставим сюда. Да, пожалуйста. Это актриса молодая, ныне здравствующая, к счастью, и сыгравшая не в одном уже фильме. Да, я должен показать ещё один портрет. Вот ещё один портрет. Тоже двух, значит, получается две девушки. Да. Вот. В своё время, я не принёс фотографию, к сожалению, она у меня осталась дома. Вот. Эти две девушки стоят рядом на празднике Нептуна в доме отдыха Мисхор. Да вы что? Да. Вот так вот. Вот они стоят рядом. Давайте про другую девушку тоже расскажем, что это ваша дочка Вероника. Я сейчас скажу. Да. Эта девушка, значит, училась в хореографическом Киевском училище. Вот. А эта девушка ходила в детский сад. Ага. Вот. Она ходила в детский сад, и вот они стоят две рядом, разукрашенные такие, вот, значит, рыбок. Вот. Эта девушка тоже закончила уфимское хореографическое училище, проработала восемь лет солисткой, значит, ведущей солисткой в Германии, а сейчас она ведущая солистка театра оперы и балета города Самары. Нашего, самарского, педагогического. Да. Вот. Слушайте, ну прекрасно. Получается, все-таки мир тесен, да? И всегда можно найти кого-то близкого. Да. Обязательно. Потому что очень много переплетений. Вот я еще могу вам показать вот портрет этого человека. Я думаю, он узнаваем. Все узнали. И все его узнали. А получилось так, что, например, Станислав Сергеевич Говорухин пригласил меня после окончания Саратовского театрального училища в свой фильм «Ветер надежды». Вот. «Ветер надежды». И песни к этому, где я играл курсанта мореходного училища, и песни к этому фильму, пять песен, написал Владимир Семенович Высоцкий. Вот. Тоже у вас связь, да, такая? Тоже получается, да. Мы буквально один раз с ним чуть ли не столкнулись. Он улетал, вот, и машина с ним приехала в аэропорт, а я разминулся чуть-чуть, говорят, я мог бы приехать на той же машине, на которой приехал в аэропорт, а я как раз прилетел на съемки. Так что вот судьба вот таким вот образом складывается. А вот это увлечение, я говорю, когда мы, вот я принял участие в этом фильме, и мы ходили, как это говорят, ходили... Под парусами? Под парусами, да. Вот. Оттуда, очевидно, был барк-товарищ. Товарищ, вот, на котором снимался этот фильм «Ветер надежды». И отсюда вот это, наверное, увлечение морем, парусниками. Вот. Тут тоже вот, значит, такие работы у меня появились в связи с этим. Еще про пейзажи хочется поговорить в том отношении, что вот если портрет, нужна там какая-то фотография или человек, который позирует, да. Животных вообще там, иной раз, если не сфотографировать, то сложно поймать, да, и не заставишь позировать. Пейзажи наши, особенно волжские, они же вот они, вот они родные, да, выходи и рисуй. Или у вас не так? Ну, я, например, могу выйти на природу, да, но я как бы кабинетный такой. Многие художники, кстати говоря, делают сначала фотографии, а потом уже с этими фотографиями работают. Точно так же и с натюрмортом можно работать. Потому что природа очень изменчива. Один художник так сказал, говорит, у него прекрасно получались облака, и говорит, как, другой ему задает вопрос, художник, и говорит, а как они у вас так получаются? Он говорит, нарисую раз, состо, получится просто. То есть это вот переменчивость погоды существует, да, я знаю, на пленере, когда быстрые зарисовки, вот быстро зарисовать, а потом уже с этого делать картину, сделать какой-то этюд. Ну да, это же этюдный метод, да, как в театре. Сначала кусочек попробовали, если режиссер утвердил идею, то дальше развивать. Да, есть и такой метод работы. Что коллеги говорят, я знаю, что они очень и уважительны, и с интересом относятся к вашему, я уже даже не знаю, это прям не хобби, это вторая прям профессия какая-то, которая выросла, да, из хобби. Наверное, ведь это во что-то перерастает больше, чем просто увлечение, потому что, ну, действительно, мне бы хотелось этим заниматься серьезно. Вот. Ну, выставка, это же серьезно, сейчас я знаю, как раз вот эти картины, которые мы здесь видим, это новые, и они уже готовятся к следующей выставке? Да, 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 это будет у меня в марте месяце в Доме актера проходить вот моя еще одна выставка, на которой будут представлены, скорее всего, вот эта работа, которая еще не была заявлена, вот, в основном будут вот эти работы, значит, представлены. вот, уважаемые зрители, можно будет в марте посетить Дом актера, увидеть новую выставку актера и художника Юрия Землякова, так что не упустите возможность, обязательно придите в марте. Что еще будет на выставке, какие задумки, чьи портреты, может быть, портреты, если это всегда, на мой взгляд, интересно, потому что это чаще всего люди, которых мы знаем, видели, и вот много таких вот моментов, а я вот таким его себе представляла, вы вот таким его себе нарисовали. Да, да, ну, то есть, будут разные, разные, не только наши отечественные актеры, у меня уже есть и Тихонов, есть, вот, есть и зарубежные, как Бельмондо, как, значит, вот, это у нас Ричард Гир, это у нас Ричард Гир, вот, Ричард Гир, Аллен Деллон, вот, Пит, Брат Пит, вот за Брат Питом лично приду смотреть. Он очень неожиданный, очень неожиданный, необычный. Это тоже в каком-то образе он там, из какого-то фильма? Нет, он жизненный, но он находится на отдыхе, он находится на пляже, он такой, я бы сказал, шкодистый. Да что вы? Да, у него такое выражение лица, оно не совсем, как бы вот, ну, как мы его воспринимаем, вот, оно несколько так, а мне интересно, именно вот те неожиданные моменты брать, когда человек не то, не то, что вот привычен, я Бельмондо тоже написал совершенно в иной манере, но мы привыкли к нему как к такому... Ну, из фильма «Профессионал» скорее, да? Да, вот он такой, в общем, а здесь несколько, несколько иное его лиричное такое, как бы, состояние. Юрий Кузьмич, мало времени очень остается, я знаю, что вы помимо актерства еще пишете, вы еще и со стихотворением к нам пришли, оно какое-то поздравительное, с пожеланиями, прям быстренько его давайте для нашего зрителя прочитаем. Дело в том, что это сейчас... Вот на эту камеру. ...Новый год наступил. На дворе так волшебно, морозно и снежно, что в удачу поверилась друг. Новый год – это праздник надежды, столько лиц засияло вокруг. Так давай загадаем желание и поверим, как дети, точь-в-точь. Ведь живем волшебства ожиданием только раз, в новогоднюю ночь. Так что я, дорогие друзья, поздравляю вас всех с наступившим Новым годом, здоровья, счастья и исполнения всех ваших желаний. Спасибо огромное, что пришли. Со зрителями прощаюсь до следующей пятницы. До встречи. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ